Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим с вами о адмирале российского флота Федоре Ушакове. Родился он 13 февраля 1745 года в Ярославской провинции. И, как говорят его современники, с детства был удивительным ребенком в плане того, что у него отсутствовал страх. Он ходил со старшими и с главой деревни на медведя, был довольно-таки усидчивым ребенком послушным, поэтому в нем сочеталось и послушание, такт и выдержка, и, когда нужна, безудержная отвага, которая позволяла ему совершать героические поступки уже в детстве. Изучив грамоту, из-за того, что он родился в дворянском роду, его обучали грамоте. И в 16 лет он предстал перед Герольдмейстерской конторой, где показал свое знание грамматики, чтению, письму, и был по его просьбе личный зачислен в морской кадетский корпус, где успешно учился. Но, как говорят историки, морской кадетский корпус того времени это было учебное заведение с прекрасными преподавателями, которые давали хорошие знания, но абсолютно бесконтрольно кадеты ходили по городу. И, конечно же, как и любых подростков, их тянуло на разные роды нарушения дисциплины. И вот Федор Ушаков, будучи еще кадетом, показывал благочестие, воспитание и набожность, которая сочеталась с обучением, которое он отлично закончил и через пять лет получил офицерское звание и был назначен на Северный морской флот, который по климату, по своим бурным водам был одним из трудных мест службы. И еще раз он отлично справляется с возложенным на него заданием. И в качестве капитана второго ранга в 1783 году прибывает вновь на новое место своей службы в город Херсон, где незадолго до этого своего прибытия Екатерина II распоряжением своим начинает устраивать флот, строить казармы, сам город. И сразу сталкивается с трудностями. В этом же году вспыхнула эпидемия чумы, которая свирепствовала. И как тогда считалось, что чума распространяется воздушно-капельным путем, но у будущего адмирала российского флота было особое мнение. Он разбил своих подчиненных на артели, которые строили корабли, отделил их в разные жилища, палатки, устроил проветривание одежды. И если кто-то заболевал, удалял в карантин, всю палатку сжигали, ставили новую, а артель находилась на карантине и отслеживали проявление болезни или отсутствие ее. И тогда люди возвращались к работе. Вот историки говорят, что на четыре месяца заболевание остановилось раньше у тех подчиненных, которые были у Федора Ушакова. И вот за подобные меры он был награжден первым своим орденом святого князя Владимира IV степени. Дальше начинается русско-турецкая война. Это время славы, победы русского оружия и становления Федора Ушакова как лидера флота, как адмирала. В 1787 году Турция начала войну. И первое сражение, которое произошло на море, в нем участвовали 17 линейных кораблей и 8 фрегатов, а с русской стороны 2 линейных корабля и 10 фрегатов. Перевес больше, чем в два раза, но здесь опять как на медведе в детстве. Федор Ушаков выстраивает свои корабли настолько интересно, что они оказываются не только с подветренной стороны, но застают врасплох турецкий флот, несколько кораблей отбивают. И паника, которая начинается в турецких войсках, позволяет одержать первую победу, которая, может быть, на сухопутные сражения не так сильно повлияла, но воодушевила русский народ на победу русского оружия во всей войне. В 1790 году вновь собирается флот. Гусейн Паша собирает разрозненный флот по морю рассеянный и опять победа русского оружия. Турецкий флот застали врасплох, и уже сам Федор Ушаков на флагмане сражается с тремя кораблями, одерживает победу, и за ним устремляются наши корабли, разбивая противника. Война русско-турецкая подходит к концу, и чтобы был как можно выгоднее мирные переговоры, вновь турецкий флот грозится дать морской бой. И даже объявляют, что Федор Ушаков будет пленен и в цепях, приведен в Константинополь. И русское государство, поддерживая Федора Ушакова, вдохновляет его, чтобы он вдохновил на еще одну битву и на еще одну победу своих подчиненных. И в 1791 году Сейд Али, грозившийся пленить Федора Ушакова, собирает огромное количество кораблей и опять был застан врасплох. Рубятся канаты, в спешке флот покидает и стремится к Дунаю. И Федор Ушаков еще раз разбивает настолько турецкий флот, что всего лишь к проливу Босфору вернулись пять кораблей. И пять небольших кораблей, и сам плененный, сам тяжело раненый адмирал докладывает турецкому паше о том, что флота больше не существует. Меняются времена, приходит править Павел I и новое сражение, но уже с французами в союзе с турками. И здесь интересно, что нравственные основы, полученные в детстве, закрепленные участки в морском кадетском корпусе, пронесенные сквозь победы, передаются как некий образ жизни всем морякам. Когда русский флот прибыл в Турцию, в Константинополь, то он всех изумил беспрекословным подчинением офицерам, порядкам, тишине. Адмиралы турецкие говорили, что с одной канонерской лодки турецкой больше шума, чем с пяти линейных кораблей, что матросы не причиняют ни беспорядков, ни увечий местному населению. Беспрекословно приказали турецким войскам подчиняться Федору Ушакову, и он принял на себя ответственность еще и за турецкий флот, который направился освобождать Ионические острова. И одним из самых интересных сражений этого периода было сражение за остров Корфу, который был прекрасно укреплен, был в совокупности с другими островами, как одна линия обороны. И греческий православный народ, который населял эти острова, после воззвания Федора Ушакова приветствовал его, всячески помогал войскам одержать победу над французами, которые к тому времени совершили безбожную революцию и свергли монархию у себя в стране, и практически процветала безбожная и власть, и мировоззрение. Так вот, Федор Ушаков на острове Корфу освободил не только народ, но и мощи Спиридона Тремифунского. Эти мощи до сих пор находятся там, и после победы весь русский флот совершал молебны перед этой святыней. И самое, что гордился Федор Ушаков православному народу, он дал возможность объединить семь этих островов в одно первое греческое государство, в греческую республику, за что православный народ Греции до сих пор чтит Федора Ушакова и благодарен ему. Время Александра I, это 1806 год, Федор Ушаков подает в отставку, уезжает в места близ нынешнего Санахсарского монастыря, в деревню Александровка, и все небольшое своеимение к концу жизни он раздает нуждающимся. Начинается война 1812 года с французами, ему еще раз вновь предлагают возглавить ополчение, но уже тяжело больной Федор Ушаков отказывается, но 20 тысяч рублей по тем временам огромная сумма жертвует тем, кто пострадал от нападения Наполеона. Вокруг жители также стекаются за помощью к Федору Ушакову, и все имение в итоге перед своей кончиной он раздает нуждающимся, помогает монастырю и предстает ко Господу. Люди на руках его тела несут три версты от деревни Александровка до Санаксар, захоранивают около монастырской стены, и так почти на 200 лет о Федоре Ушакове помнят только историки и профессионалы, и военные. Начинается война 1941 года, и в 1944 году советское государство вспоминает о Александре Невском, Нахимове, о Федоре Ушакове, изготавливаются ордена в честь этих прославленных полководствов, и комиссия образованная находит останки Федора Ушакова, открывает их и фиксирует, что мощи нетленны Федора Ушакова, нетленен мундир его, и так со временем это стало, его жизнь благочестивая, его морские подвиги, служба государству, его нетленные мощи, его святая благочестивая жизнь на протяжении всего военного пути стала поводом для прославления Федора Ушакова в Лиде Святых, и наша Православная Церковь имеет одного из заступников, великих полководств и победителя, Федора Ушакова. Храни вас Господь! В одном из СМИ указывалось, что вы считаете, меры приняты по закрытию церквей и храмов чрезмерными. Изменилось ли ваше мнение с того времени? Вы знаете, я действительно считал, и считаю, что полное закрытие храмов, опечатывание их и прочие вещи, я считаю, это неправильно. И не только я. Так считает и Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, так считают очень многие люди. Но при этом я считаю, что должны предприниматься соответствующие медицинские меры. Но вот здесь я их не обнаружил, а вот мы в Саратове мерили температуру всегда на входе. Вот я сейчас заказал такие градусники, чтобы у нас здесь нету, в епархии не было их, мерили температуру на входе. Обязательно дезинфицировали руки людям и давали маски тем, у кого их нет. Мы требовали, чтобы люди были в масках. По крайней мере, до последнего времени. Сейчас не знаю как. Здесь так достаточно свободно, как я заметил. Намного свободнее, чем у нас. Но я думаю, что в зависимости от ситуации, мы все-таки все надеемся, что она постепенно будет идти на спад. И все-таки мы к нормальной жизни когда-то вернемся. Но посмотрим, в зависимости от ситуации, будем также здесь поступать. Но, повторюсь, действительно, закрытие, полное закрытие храмов, при том, что открыты производственные, торговые площади, работает общественный транспорт, я считаю, меры излишни. Как вы смотрите на то, чтобы изымать те площади, те здания, которые когда-то приближали к православной церкви, но сейчас они не выявили? Вопрос хороший, но слово изымать, оно сразу так вот стилистически напрягает. Нет, у нас ведь в чем дело? У нас очень давно государство взяло на себя обязательство, ну, слово реституция предпочитают сейчас не употреблять, а возвращение церкви ее имущества. И там, где это можно делать, ну, слава Богу, да? У нас вот в Саратове, у них в Саратове. Достаточно много возвращено, да, церковных зданий, но много и тех, которые остаются. Например, в церковном здании в Саратове находится музей краеведения, в церковном здании находится военный госпиталь. Еще какие-то вещи, которые мы не просили никогда, потому что понимали, что нигде поблизости даже нет места, чтобы построить аналогичное сооружение по размерам. Поэтому надо смотреть, надо изучать этот вопрос, надо изыскивать возможности. Конечно, там, где это можно сделать без социального напряжения настоящего, я не имею в виду там крики тех людей, которые против церкви в принципе, они будут кричать по любому поводу. А там, где есть возможность обойтись без социального напряжения, это можно сделать. то, как здание Саратовской семинарии, оно историческое здание было, его занимало несколько факультетов Саратовского университета. И вот оно пришло в полную негодность, к сожалению, ну, как обычно с церковными зданиями, это бывает, которые отняли в 2018 году и с тех пор пользуются, не ремонтируя. Вот оно пришло в негодность, университету построили целый корпус. Вот в семинаре было 6 тысяч квадратных метров, а университету построили 28 тысяч квадратных метров. И, конечно, университет с радостью туда переехал, а эту руину отдали нам. Вот тяжело, конечно, было ее восстанавливать, потому что понадобились очень большие деньги. Но вот я считаю, что это нормальный способ, когда сначала удовлетворяется потребность того учреждения, чаще всего церковные здания, что это учреждение образования или учреждение культуры. Вот, когда удовлетворяется сначала потребность, а потом просто отдается, восстанавливается историческая справедливость. Да, пожалуйста. В период пандемии особенно часто говорят и много о благотворительности, о благотворителях. Понятно, что благотворительность – это издор. Как Вы считаете, стоит ли верующему человеку постоянно говорить о своих добрых делах? Вообще, как верующим не совершать их правильно? Правая твоя рука не должна знать о том, что делает левая. Евангельский принцип такой, что, конечно, лучше о благотворительности, особенно если это частная благотворительность, вы решили кому-то помочь. Неважно, соседки, маме, тёще или ещё кому-то помогли. Совершенно обязательно об этом тут же рассказывать в интернете или на лестничной площадке. А если всё-таки, когда помогает какая-то благотворительная организация, иногда, исходя из тех условий, в которых мы сейчас живём, иногда необходимо об этом написать или сообщить. Просто для того, чтобы об этом люди знали, чтобы знали, кому они жертвуют деньги, кому они, кто благополучатель вот этой помощи, которая наверняка у них, допустим, имя же отдана. Поэтому это зависит от ситуации. Когда, повторюсь, это твоя личная жертва, совершенно не обязательно, даже не нужно никому об этом говорить. Добрый день, братья и сестры. Очень часто задают вопрос, зачем у священника брать благословение и что это означает? Действительно, в нашей православной благочестивой традиции существует такое обычае, когда мирянин, приходя в храм Божий, здороваясь с батюшкой, берёт у него благословение. Что же это означает? Тут надо вспомнить, что среди семи таинств в нашей апостольской христианской церкви есть таинство священства, когда благодать Святого Духа передаётся через таинство рукоположения во время Божественной Литургии ставленнику, либо епископу, либо священнику. Мы с вами знаем, что Святой Дух в день Святой Пятидесятницы непосредственно сам в виде огненных языков сошёл на апостолов из числа 12-70, и они, будучи обладателями даров Святого Духа, проповедовали Слово Божие и ставили епископов и пресс-фитеров в разных местах, где они проповедовали, основывая разные церкви, потому что апостолы понимали, что рано или поздно они тоже уйдут с этой земной жизни в жизнь вечную. И чтобы оставить после себя продолжателей, проповедников, евангельского учения, они ставили своих учеников во епископы и пресс-фитеры. И вот эта преемственность рукоположения сохраняется вот уже на протяжении двух тысячелетий. Когда совершается Божественная Литургия, то епископ возлагает в свои руки наставленника и рукополагает его либо в сан-дьякона, либо в сан-священника, а епископа рукополагают собор епископов или святейший патриарх. Таким образом, освященный сан мы получаем в таинстве рукоположения, в таинстве священства. И когда мы берем благословение, будь то у епископа, или мирянин берет благословение у священника, то он и спрашивает благодати Святаго Духа. И невидимым образом сам Христос через священника благословляет попрощающего благословения. Мы берем благословение на всякое доброе дело, перед путешествием, перед выступлением в институт, перед строительством дома. Мы получаем благословение священника во время совершения богослужения, когда священник нас всех благословляет, или епископ, словами «мир всем». И таким образом мы преклоняем голову. А если мы берем частное благословение, то, подходя к священнику, мы с вами должны сложить руки крестообразно, правую на левую ладошкой кверху, и спросить «Батюшка, благослови». И священник, благословляя человека десницей, складывает определенным образом пальцы, что символизирует Иисус Христос, и благословляет упрощающего со словами «Бог благословит тебя». Таким образом, эта благочестивая традиция существует уже много-много лет в нашей святой христианской апостольской церкви, когда мы с благоговением и спрашиваем благословение у священника или у епископа, как у самого Христа, для того, чтобы Господь укрепил нас и духовно, и телесно, потому что ничего доброго в этой жизни без Бога мы с вами сделать не можем. И наши благочестивые предки говорили даже такую народную пословицу «Без Бога не до порога». Вот я желаю, чтобы каждый из нас с благоговением относился к благословению священника или уж тем более епископа. Сейчас задают вопрос, в чем разница между собором, храмом или часовней? Нужно вспомнить историю христианскую. Из Ветхого Завета нам известно, что первый храм Скиния была построена Моисеем у подножия горы Синай, по благословению самого Господа Бога. Ибо после выхода из египетского плена в день Святой Пятидесятницы Моисей получил две каменные таблички, скрижали с заповедями Божьими. И также было дано указание Моисею, чтобы он построил храм Богу Всевышнему. И Бог дал точное указание и размера этого первого храма Аскинии. Позже царь Соломон построил каменный храм во Святом Граде Иерусалиме, который состоит из трех частей. С двора, святая святых и святилища. В древние времена Петхозаветные в вододворе люди совершали жертвоприношение Богу. Там находила умывальница и жертвенник. В святилище, куда заходили только священники, располагался стол с двенадцатью хлебами, стол, на котором воскулился фимиам, и стоял золотой семисвечник. А в святая святых за занавесы стоял ковчег Завета, где хранилось две каменные таблички с заповедями Божьими скрижали, частица манны небесной и посох первосвященника Аарона. Во святая святых ветхозаветный первосвященник мог ходить только раз в год с жертвенной кровью. И вот по этому подобию стали строиться и христианские храмы, которые тоже стоят из трех частей. Притвора, средней части храма, где молятся молящиеся, и святого алтаря, где располагается престол, на котором совершается самое главное христианское таинство, таинство Божественной Евхаристии, когда по молитвам священника и по милости Божией к хлебу и вину прилагается божественное свойство тела и крови Иисуса Христа. И поэтому, когда мы с вами причащаемся в храме, то мы причащаемся истинным телом, истинной кровью нашего Спасителя, для того, чтобы являться наследником жизни вечной. И вот то культовое здание, где есть притвор, где есть средняя часть храма и есть алтарь, называется храмом. Большие храмы городские или где служат правящие архиереи, называется соборами. А часовня – это молитвенное здание наподобие церкви, но отличающееся только тем, что там нет алтаря и нет престола. А обычно часовню ставят на кладбищах, на памятных аллеях, для того, чтобы люди могли зайти, поставить свечу перед иконой и помянуть убиенных воинов, которые положили свою жизнь за веру и отечество. Вот в этом отличие. Но в любом случае мы должны понимать, что, приходя в храм Божий, мы приходим к самому Богу, ибо храм – это дом Божий на земле. А вот церковь – это мы с вами, живые люди, священно-началие, духовенство, клир, прихожане – все с вами вместе оставляем один, единый, живой организм с сознанием церковь, во главе которой стоит сам Христос, Господь наш, Иисус Христос, наш Спаситель и наш Искупитель. И я желаю, чтобы каждый из нас по возможности почаще приходил в храм Божий для того, чтобы здесь участвовать в таинствах, в таинстве исповеди, в таинстве или освящения, и уж тем более в таинстве причащения. Ибо сам Господь сказал, кто не вкусит тело и крови моей не запьет, тот не может быть являться наследником жизни вечной. То есть через причастие мы с вами соединяемся незримым образом со Христом, с нашим пастыреначальником, с нашим Спасителем, с нашим Искупителем. И под видом вина и хлеба в наше тело во время святого причащения входит истинное тело и кровь нашего Спасителя, освящая нас изнутри. И это самая большая благодать, которую каждый христианин может получить на этой земле в таинстве причащения, в таинстве святой Евхаристии, которая совершается в Храме Божием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok